Итак, первый шаг. Первый шаг, вот он, он так и называется «сам себе монтажёр». Здесь вы начинаете использовать бесплатные программы, какие-то, какие-то там слабый у вас компьютер, у вас нет времени на рыбу либо очень много времени на рыбу, то есть вы создаете огромное количество всевозможного контента, да, вы пытаетесь его монтировать, вы пытаетесь изучать и убеждаете себя, что всё в ваших руках. Вы начинаете изучать программы, пытаясь какие-то сервисы найти там, да, вам обещают, что вот всё будет хорошо, всё будет классно, купи нашу программу, купи наш курс, там всё у вас вообще заоблачное и вы начинаете постигать. На первом шаге вы полны сил, энтузиазма, вы понимаете, что «Ой, эти видео можно скачать, я что лох, чтобы покупать видеостоки, я что лох, покупать там фотографии, если в инстаграме там, в гугле есть фотографии в открытом доступе», да. Вы полны сил, надежд, у вас есть контент-план, у вас есть что снимать, вы уже готовы, вы горите, у вас всё нормально. Потом переходите уже плавненько, вы начинаете приползать на второй этап, на второй шаг. Второй шаг вы понимаете, что у вас не очень сильный компьютер, не очень мощный компьютер, у вас уже, вы устаете на отсмотре видео, то есть вы понимаете, что вы вроде бы, вы шли по улице, снимали классный контент, а потом у вас три часа этого видео, и вы начинаете понимать, что, ну, вы уже начинаете делать отбивки, да. Помните, вы же многие делали там, допустим, там, здесь идет ролик, там, с минута двадцать шесть секунд вырезать, там, с минута тридцать четыре секунды оставить, там, да, минута тридцать, там, девять секунд вырезать, там, это отставить, сюда поставить ставку, и вы начинаете делать такие тайминги, это второй уровень, то есть вы уже припахиваетесь, вы уже начинаете, там, уставать, вам уже начинает, вы так думаете быстро, а это очень долго, а потом у вас начинается, там, пошли какой-то видосик, скачали, потом там у него почему-то ватермарка появилась, оно некрасиво, вы звук скачали, а там аудиоджангл, аудиоджангл постоянно. И вы думаете, что такое аудиоджангл, и начинаете уже припахивать, да, то есть вы здесь уже начинаете с большего разбираться, вы уже понимаете, что такое монтажный лист интуитивно, то есть вы понимаете, что здесь у меня будет там заставка, здесь приветствие, здесь я скажу подписаться, а здесь там вот это, вот это второй шаг. То есть вы на втором шаге, у вас уже такая, ну эйфория вот проходит, вы понимаете, что надо впахивать, и начинается такое откровение, что не так все просто, как казалось, да, то есть вы начинаете здесь уже, скажем так, понимать все тяготы и невзгоды, но вы еще воодушевлены, потому что вы-то точно к успеху придете, с гарантией все, и вы такие все, всем было тяжело, если бы этим занимались бы все, то, ну если бы было легко, то этим бы занимались бы все, вы начинаете себя мотивировать, вы такие все верите в себя, это второй шаг вашего балета, то есть вы на втором шаге, да. И тут ваша вторая ошибка, потому что вы не анализируете, что могло бы упростить вашу работу, что можно делегировать, вы начинаете сами, но тут есть подводный камень, он называется ком, ком, который у вас нарастает, то есть вы взяли, у вас два видео было, а потом стало три, вы видите, это сделаю когда так, потом так, и по итогу вы обрастаете мелкими делами, вот здесь, на этом этапе, да, и у вас-то такое, то есть вы пытаетесь деньгами, деньгами, своими деньгами залить проблему, вы покупаете рекламу на свой неудачный ролик, и он почему-то не стреляет, вы покупаете мощный компьютер, но оказывается, что этот мощный компьютер не для вас, а для сына, или там для мужа, который собрал вам супер мощный комп, чтобы порубиться там в супер современную игру, которая требует очень много всего, да, и дальше вы не задумываетесь на том, что можно делегировать, потому что, ну, кто кроме же вас знает, что вы там думали, что вы там наснимали, вы же автор, вы же креатор, вы же такой большой молодец, и как вообще вы можете все это делать, да, поэтому здесь начинаете, такая у вас начинается, ну, вроде бы еще эйфория, но вот вы еще тут начинаете заливать, своим временем, своими деньгами, то есть вы пытаетесь решить проблему в одиночку, ну, в лучшем случае вы смотрите какие-нибудь видеоролики на ютубе и такие там типа «Купи наш курс, и мы тебя научим, за двадцать дней ты будешь там бог монтажа», вы покупаете, но у вас нет времени, он лежит у вас с мертвым грузом, потому что у вас нет времени на монтаж, и вы где-то головой понимаете, что если вы курс посмотрите, либо пойдете там на консультацию, вам подскажут, потому что пока вы не придете к монтажному листу, ну, как правильно делать, ничего не будет, потом вы плавненько переходите на, сейчас, на третий шаг, вот, на третьем шаге вот ошибка типичная, вы, вы, вот очень многие уже здесь начинают говорить на втором шаге, что нет денег, нет времени, это все не для меня, это все чушь несусветная, но некоторые переходят на третий шаг, и здесь вы уже кое-как научились монтировать, вы уже в принципе начинаете понимать там основы монтажа, склейка у вас получается, у вас комп начинает работать хорошо, у вас там все, но вы понимаете одно на третьем шаге, что вам некогда снимать, у вас нет времени для творчества, потому что оказывается монтаж это рутина, и здесь у меня было озарение, я думаю, подождите, если я буду делать все время монтаж, а когда я буду снимать эти ролики, а когда я буду их продвигать, оптимизировать, а когда я буду вообще работать, ну, чтобы зарабатывать деньги в семью, потому что кроме монтажа я ничем не занимаюсь, а там же еще отбор всевозможных звуков, да, видеостоки, там все это, там фотографии, это время, это очень время затратно, и очень часто бывает так, что здесь мы уже такой наученный человек, да, мы уже понимаем как, что, мы примерно, у нас даже есть уже УПС, это такой бесперебойник большой, потому что у нас же было такое, что мы делали монтаж там два часа, да, собирали, а потом моргнул свет и все, и все сначала, здравствуй, здравствуй мой комп, который перезагрузился, да, или мы скачали программу крякнутую, и там была вирусня, и он почему-то ломанулся там, да, и у нас все слетело, и здесь на третьем шаге у нас начинается, у меня было как, я не знаю у вас, но обычно это я сам себя люблю, мне было так жалко себя вырезать, потому что я же звездулька, я тут даю контент, я пытаюсь здесь отобрать, куда-то занести какую-то часть там, да, разнести это все дело, я пытаюсь, вот мне жалко себя вырезать, и даже я понимаю, что вот где-то в школе видеоблогеру, допустим, я смотрел ролик, что надо делать перебивки, да, каждые четыре секунды, меня там, это как его, я поставил одну камеру, вторую камеру, я снимаю с двух камер, но на монтаже, я понимаю, это в два раза больше работы, нет, монтажеру классно, а фит, ну, крутому, потому что когда у него съемка с двух камер идет, он может наши ошибки, огрехи быстро перебивать, а нам надо смотреть в два раза больше материала, два раза, потом синхронизация со звуком, да, и здесь мы начинаем упахиваться, вот это называется третий шаг, третья ошибка, мы начинаем вот любить себя, жалеть себя, и мы начинаем здесь вот уже на этапе отсмотра всего этой кучи, которая к нам навалилась, а мы же не знаем как, что, кому, мы начинаем депрессовать, потому что отсмотр тьма тьмущая, ролики там уже, мы не умеем их называть, мы не умеем их в папке приложить, они у нас на компе грудой этих роликов лежат, дисков не хватает, у нас нет понимания, что есть гугл диск, там неограниченное место, да, у нас все на компе, и тут нас вот здесь подстерегает тьма проблем, о которых я вам говорил, мотивация падает, деньги заканчиваются, ролики не выходят, конкуренты выходят каждый день, я не знаю почему, у меня не выходит ничего, но я по-прежнему себя люблю, и если у вас хватает в этом случае мотивации, внутреннего стержня, внутреннего стержня, то вы идете дальше, вы переходите, друзья мои, парам, на четвертый шаг, вы решаете кому-то делегировать, вы думаете, все, устал, я лучше найму какого-нибудь фрилансера, и пусть он мне делает работу, браво, браво, вы на пути к успеху, но это только четвертый шаг, четвертый чудесный шаг, вот он здесь, на этом шаге на четвертом, и вы и я, мы думаем, что вот мы сейчас, такая звезда, пришли на фриланс, и эти олухи выстроятся к нам в очередь, и я буду выбирать, на самом деле не так, на самом деле правда очень и очень жестоко, то есть да, в чем жестоко, вы понимаете, что фриланс это дорого, почему дорого, потому что у вас не с чем сравнивать, вам там начинают говорить, то есть вы там сталкиваетесь с реальным миром, с реальным миром бизнеса, где, если вы хотите делать бизнес-канал, ну канал, который бизнес-проект, то вам надо делать классное видео, классные специалисты, и вы думаете, вы, у вас, вы приходите к спецам и начинаете с ними говорить, вы-то думаете, что там пять тысяч рублей, это за весь ролик ваш получасовой, а он вам объясняет, что это одна минута, вы думаете, что он все понял, вы оплачиваете ему, но то, что в голове у него, ну или у нее, бывают девочки-монтажеры хорошие, да, что у нее в голове и что у вас в голове, это две разные головы, вот я приводил пример, если я вам сейчас скажу лес, то вы подумаете про лес хвойный, а у меня в окно бамбуковый лес, и то, и то лес, и то, и то правильно, я приводил в офисе пример, да, я говорю, вот если я вам сейчас скажу, давайте выйдем и пойдем помоем машину, вот каждый из вас пойдет мыть разные машины, почему, потому что вы не дали точного ТЗ, вы не дали точного ТЗ, у вас точка зрения и у фрилансера, и вот он вам сдал монтаж, вы-то видели все по-другому, вы-то думали, что там будет все иначе, а он вам сдал такое, ну, посредственно так вот сделал там и все, но это дорого, и вы начинаете здесь, вот в этом моменте, на четвертом шаге, опять у вас начинаете, помните, мы говорили в самом начале, да, нет денег, нет мотивации, вы берете другого фрилансера, третьего, четвертого и понимаете, понимаете, что они все недалекие, они все вообще не понимают, как это, да, а ошибка в чем, ошибка в вас, вот если вы не получили то, что вы хотели, то, наверное, вы неправильно объяснили, например, давайте, например, вы приходите и объясняете своему повару, что вы хотите торт, рассказываете, показываете, там пам-пам-пам, да, но на выходе получаете коврижку, подождите, я хотел торт, ну, вот по вашей технологии получилась коврижка, вы идете к другому повару и у него коврижка, идете к третьему и у этого коврижка, но вы хотели торт и вот на этом четвертом шаге, друзья мои, вы не задумываетесь, что нужен монтажный лист, нужно сесть и неделю своего времени потратить на четкое техническое задание, на распил вашего ролика по частям, ваши идеи по частям, на одну составляющую, да, потому что понятно, что когда у вас ролики идут там по блокам, там, допустим, вступление, заставка, титр, там пам-пам-пам, да, такую, фабрику сделать, вы ленитесь, вы думаете, что они сделают это вместо вас, но вы даже не задумываетесь, что если вы отдали пяти поварам рецепт и у них получилась коврижка, то проблема не в поварах, а проблема в вас, потому что ваш рецепт, извините, кусок добра, поэтому на четвертом шаге вы начинаете уже осознавать, что вот здесь, я так начинаю, да, что проблема не в компьютере, проблема не в монтажерах, фрилансерах, не в идее, а во мне, потому что я не знаю, что я хочу и поэтому я требую от людей того, чего они не могут мне дать. И здесь начинается вот такое, ну прям-прямь озарение, прям-прямь озарение и если у вас хватает мужества, вы плавненько переходите на пятый шаг, понимаете, то есть вот здесь, когда вы, вот четвертый шаг, он переломный, потому что здесь вам надо признать, что вы не понимаете нифига в монтаже, вы, потому что это искусство, вот многие, я когда углубился в тематику монтажа, я понимаю, что многие фильмы, они сняты, потому что не режиссером, а именно как это видео видит монтажер, какие сцены он ставит, какие вставки он ставит, какие он прибивки делает, какой там динамика кадра, да, как он держит внимание зрителя, вот этим вот всем движением там, да, склейки, чтобы были ровненькие, чтобы там все было шло по-единому, вот как бы, как единой волной, чтобы это шло. И вот здесь, если к вам приходит, что это не руки монтажера кривые, а вы, наверное, хотели, вы искали волшебника, который вам за небольшой бюджет при вашем «сделайте мне красиво», сделает сказку, и вы вместо волшебника нашли сказочника, чего тогда вы удивляетесь. Вот если вы сами подписались на это, чего удивляетесь, но вы переходите на чудесный пятый план, переходите на чудесный шестой шаг, пятый, пятый. То есть вы здесь перешли на пятый шаг. Тут вообще класс, но в чем суть? От пятого шага до шестого очень-очень немного. Давайте мы разберемся, какие ошибки вы совершаете на пятом шаге. К вам пришло, у вас все хорошо, вы понимаете, вы сели, написали технические задания, вы нашли вполне себе адекватного монтажера, понимая то, что дешевое хорошим не бывает. Он вам рассказал, понравился, все классно. Он же вам посоветовал, я надеюсь, прийти в школу видеоблогеров нашу, чтобы вы тут поняли, что лучше всего купить подписку на видеостоки, что каждый звук у вас, он должен быть одобрен, и чтобы у вас было право на использование не только видео и фоток, но и звука, даже вот этих вжухов, чтобы у вас все было, да. Он попросил у вас медиа-упаковку, чтобы ваше видео смотрелось мощно, красиво, то есть вы уже сделали все, вы наняли этого самого монтажера, он вам сделал классный ролик. В сравнении с вашими роликами на этих вот шагах, работа профессионала – это работа профессионала. Вы сидите и радуетесь, вам классно, вам хорошо, вам действительно сделали, и вы понимаете, что вот вам сделали там условно за четыре тысячи рублей работу, которую вы бы сделали там, не знаю, пять дней, а то есть шесть и так бы не сделали. И вы понимаете, что вы не зря, вот я всегда говорю, я понимаю, хорошо ли сделана работа, то есть кайфую я от этого или нет, то есть вот есть, когда денег не жалко, да, то есть ты отдал и понимаешь, вот сегодня ко мне пришел повар, и она сделала сырники офигенные, котлеты офигенные, капусту тушеную офигенную там, компот, вот я понимаю, что я бы это все делал бы с утра и до ночи, а там кухня вымыта, все убрано, все в салфеточках, все стоит. Приходи, Саша, кушай. Я рад, что я ей отдал денег за то, что она приготовила классную еду. Вот тоже самое с монтажером, вы должны понимать и вот вы должны кайфовать от процесса. Просмотр. Это ваше видео, это видео на вашем канале, его сделал профессионал, и вы понимаете здесь только на пятом шаге, что если все ваши видео будут такого уровня, вы будете уровень. Конкуренты в стороне нервно курят бамбук, вы здесь уже на пятом шаге, и здесь у вас вроде бы все хорошо, но вы еще вас терзают смутные сомнения, да, там, потому что получается это же дороговато, но вы начинаете оптимизировать свой бюджет и понимаете, что если вы купите видео сток, ну подписку, купите аудио сток, то в промежутке на сто роликов будет дешевле, если вы приходите ко мне на консультацию, я вам говорю, что слушайте, а давайте мы будем договариваться с монтажерами не на один ролик, а на сто, на сто минут, допустим, тогда цена может быть ниже, ну потому что одно дело, когда мы оперируем цифрами там двадцать-тридцать тысяч рублей там, да, а другое дело, когда сто-сто двадцать тысяч рублей, там уже можно скидки давать нормальные там лево-право, да, когда мы еще видим, что вот у нас есть ток, у нас есть это, у нас есть это, там вот это, вот это и упаковка, у нас есть монтажный лист, то есть нам нужны твои руки и твой мощный компьютер, все и ты там как гений там, да, мы танцуем танцы с бубнами у монтажера, все получается, но вот здесь у подавляющего большинства моих клиентов приходит подруга жены, ну или друг мужа, ну если это видеоблогер, девушка, то всегда есть муж там, парень и у парня есть друг, либо там друг, который знает друга, который знает того, кто говорил с тем монтажером и когда он, вы такие приходите, смотри, мне сделали классный ролик, я за монтаж отдала всего там пять тысяч рублей, он смотрит, ё-па-ля-ля, да тебя обманули, тебя обманули, вот потому что мой там Вася делает ролики в три раза круче, в три раза круче, за тысячу, а ты за пять, да ты лошица, все там вообще, там тебя обманули, иди там туда-сюда. Что у вас, настроение ухудшилось, вы говорите, ну наверное, да, ну я списал ошибки, да, вот виновата, там с этим монтажером, красавчиком, вы расстаетесь, вы приходите к этому другу, ну другу-друга там, или там знакомый, сосед брата там, не знаю там, что-то еще там, да, вот, там подруга моя делает там, да, но подруга находится, помните, мы говорили, на шаге два, она уже такая на подъеме, но она такая, вот я там уже, у меня ноутбук там, у меня есть программа, я умею там скачивать там мовави там и качать там ролики там, пятое-десятое, все в этом формате, да, и вы отдаете, у вас не хватает ума, а вернее вы жадны, вы не чтоб отдали тот исходный материал, который вы отдали монтажеру, ну своему первому, лучшему, вам надо отдать этот материал подруге, а потом сравнить два ролика, и вы увидите разницу, именно так и сравнивается, именно так на фрилансе мы проверяем монтажеров, мы даем всем десяти монтажерам одно и то же задание, нам очень хочется дать десять разных роликов, чтобы за свои деньги получить десять роликов на монтаже, но мы отдаем десять одинаковых заданий, почему, потому что когда задания одинаковые, исходные данные одинаковые, у них задача одинаковая, мы видим уровень, представим, того, что вы отдали, то есть, что вы опытный человек, вы смотрите наши уроки школы видеоблогеров, вы отдали своей подруге ролик на монтаж, исходные данные этого ролика, и потом оказывается, что она рядом не стояла по уровню, по качеству монтажа с монтажером-профессионалом, что получается? Получается, что вы отказываете подруге там, не знаю там, своей подруге, своей там это, и вы вступаете, хотите вы этого или нет, вы вступаете в конфликт со своей семьей, потому что вам же посоветовали, вам же хотели как лучше, вам же хотели сэкономить, какая разница там, что там черная дыра там в две секунды, там ерунда, кто там будет обращать внимание там, да? Главное, там Маша же старалась, Маша делала, а вы не оценили. И тут начинается раздрайв, вы понимаете, что ваша семья против вообще вашего мракобесья, то есть, вы вообще занимаетесь какой-то ерундой там, какой-то там, тратите семейный бюджет. Ах, вы еще хотите сто роликов, говорит семья вам, или там ваши, ты что дебил, сто роликов, да на пять тысяч рублей, это полмиллиона рублей. Все, полмиллиона бюджета семейного, ты хочешь отдать какому-то шарлатану, монтажеру, чтобы он что? И тут многие из вас начинают чесать голову, и думаете, ну да, за полмиллиона рублей я ж куплю себе мощный компьютер, целую кучу, это я так думал, честно говорю, куплю себе там кучу там не знаю этих как его, стоковых видео, да, и буду как в кино, там четыре монитора, два компа там, да, кресло модное, и сам буду делать. И вы потихонечку, помаленечку, что? Вместо шестого шага винт, вы скатываетесь на шаг номер два, да, где вы сами полный сил, начинаете клепать эти ролики, монтировать, покупаете комп, бюджет, да, все. Будет результат, не будет, вы это прекрасно понимаете. Почему? Потому что вот от качества вашего видео контента сейчас зависит все, просто все. И поэтому здесь, на этом пятом шаге у вас начинается такой диссонанс, да, то есть вы понимаете, вы с большего понимаете, что было бы круто, чтобы кто-то уже вместо вас объяснял этому монтажеру, как надо делать видео. Чтобы кто-то вместо вас это видео заливал на ютуб канал, а вам давали просто ссылку, вы просматривали бы свой ролик, говорили, ой, классно, да, размещайте. И чтобы кто-то вместо вас его оптимизировал, рисовал обложку для него, сеял бы его в социальных сетях, раздавал бы там ссылки, писал бы комментарии, отвечал бы на комментарии, прописал бы теги, а вы занимались бы творчеством. Вы бы снимали новые интересные видео, вы бы встречались с людьми, вы бы развивали свой канал, свое креаторство, потому что вы автор, вы бы снимали много интересных классных видео, но это друзья мои шестой шаг. Это шестой шаг в этом вот путешествии, в путешествии к монтажу. Когда вы, вот уже как мы работаем с клиентами, да, нам клиент заливает на диск свой материал, на гугл диск, в облако, дает нам ссылку, мы его обрабатываем, ставим на монтажные станции, заливаем там вставки, музыку, звуки, медиа упаковку, заливаем его на ютуб, на канал клиента, отправляем клиенту ссылку, ну доступ по ссылке на его видео, он смотрит, если у него претензии есть, он говорит, вот здесь чуть-чуть я поправил бы, если мы соглашаемся с его мнением, мы начинаем это все, подправим, перезаливаем, он говорит, окей, его оптимизирует, обложку, комментарии там, все там, пам-пам-пам-пам, описание, теги, да, и отправляют ролик в ютуб, в фейсбук, в контакте, в инстаграм, специальная версия, все. Клиент, ну наш клиент, автор, занимается творчеством, у него нет рутины. Это шестой шаг. И вот я сейчас на шестом шаге, понимаете, и клиенты мои на шестом шаге, но очень часто они пройдя, вот весь этот путь, они понимают, сколько здесь всего добра собрано, сколько там всего этих вот, интересно, то есть вот, они понимают, что дешевое хорошим не бывает. Потому что, когда вы начинаете здесь, в этой ситуации вариться, когда вам все начинает, вам с большего понятно, вы понимаете, что монтаж – это тяжелый труд, это серьезный труд. Поэтому я вот сейчас за час, прошедший час, друзья мои, я вам рассказал, показал и объяснил шесть шагов. Шесть шагов к монтажу. У вас, у каждого из вас, вы сейчас каждый на каком-то шаге. Кто-то на первом, кто-то на третьем, да, кто-то у нас есть, у нас есть сейчас этот стрим смотрит клиент, который на шестом, он сидит и улыбается, я прям вижу, да, я знаю, что он сидит и улыбается, потому что я его пригласил, и он сейчас уже на шестом. Есть клиент, который еще на пятом шаге, он уже вот дозрел, да, дозрел до того, что вот, но там всегда ситуация очень простая. Там приходит бюджет, семья, говорит, слушай, мы сейчас сами разрулим, там подруга есть, там все-все-все там, да, ну, понимаете, хорошее дешевым не бывает, а еще хорошее свободным не бывает. Поэтому сейчас самое время задуматься и подумать, на каком вы шаге и что вас приведет к результату. Вы можете спросить, Некрашевич, а ты же говорил о шести ошибках. Ты сказал, что шесть ошибок, но шестой шаг – это не ошибка. Шестой шаг – это решение. И вы будете правы, потому что шестой шаг – это решение, а ошибка – это шаг номер ноль. Он был бы не так понятен, если бы я с самого начала его сказал. Шаг номер ноль, друзья мои, это ваша скупая попытка сделать монтаж видео на телефоне. Вот монтаж видео на телефоне – это равносильно, что вы будете перочинным ножиком колоть дрова. Вот одно и то же, в принципе. Ну, ножик – это чтобы резать, да. Телефон – чтобы звонить. Монтаж, помните, мне нужен мощный компьютер, производительность, да, там два монитора, чтобы было минимум, там звуковой ряд большой, там, да. То есть, вам втюхивают идею монтажа на телефоне, подменяя понятие. Почему? Что такое монтаж на телефоне? Есть сейчас растущая сеть ТикТок, она очень крутая. Там короткие видео. И там, да, можно сделать такой, но там формат коротких видео. И там монтаж – это все, что монтаж на телефоне – это обрезать, там, начало, либо, там, две секунды в начале, две в конце, поставить какой-то спецэффект. Это вам вдувают в уши производители огромного количества различных приложений, там. С нашим приложением сделайте монтаж на любого видео, друзья мои. Поймите, что если ваш процессор включится в монтаж пятиминутного ролика, и я очень слабо представляю, как вы будете туда вставать вставки, вы там, как будете, мизинцем или, там, чем там, да, тайминги смотреть. Вот как там это все происходит, вот, чтобы вы понимали, да. То есть, вы пытаетесь впихнуть в непихуемое. В телефоне, ну, можно играть, можно ютуб смотреть, можно в инстаграме там, да, но формат монтажа, который вам говорят о монтаже, это формат обрезки частичного видео, либо его украшательств, но никак не монтаж такого хорошего, серьезного видео. Поэтому шаг номер ноль, это шестая ошибка. Ошибка, которая вас приведет тоже к факапу. Вы покупаете мощный телефон, я думаю, да, и пытаетесь там два месяца жизни, вы угробите на то, чтобы научиться делать того, чего делать нельзя. Ну, просто банально. Нет, я, опять же, не спорю. Вы можете, вот я могу вам сказать, что при помощи этого курса вы научитесь варить яйца где угодно, даже на песке. И я не сомневаюсь, что где-то в пустыне Сахара вы можете сварить вполне себе яйца куриные, да, на песке. Или там кофе по-турецки сделать на песке. Но и все, и больше ничего. Приготовить там, не знаю, плов на песке у вас не получится, потому что там много ингредиентов, да. То есть поймите, что у вас, у вас, условно, ваши ролики, ваша медиа-упаковка, ваши вставки, ваш звук – это суповой набор. Это суповой набор. И качество супа напрямую зависит от повара, от того, какие он ингредиенты положит в этот суп, какой последовательности, да. И не будет ли там пересола или недосола. Это зависит от уровня монтажера и от его оборудования. Поэтому прежде чем заниматься самобичеванием, задумайтесь, пересмотрите это видео и для себя примите решение, на каком вы шаге и какие ошибки вы делаете. На этом моя вступительная часть закончена. Я сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Пара-бара-бам. Не забудьте поставить цифры под видео, какой у вас шаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова